Доброе утро, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». Мы выходим также в прямом эфире и на телевидении на канале Саха-24. В студии режиссёры Мария Новгородова Юрий Босиков у микрофона Любовь Петрова. Во время Великой Отечественной войны из Якутии на фронт было оправлено более 62 тысяч человек. И Якутия с населением 413 тысяч человек на тот момент дала 24 героя Советского Союза. Свыше 10 тысяч человек были награждены медалями и орденами. И погибло в той страшной войне более 37 тысяч человек. И вот выясняется, что до сих пор не все установлены, очень много погибших и без вести пропавших. Вот в Досафе есть такой отряд, поисковый отряд «Отважный», который занимается поиском. И вот сегодня у нас в гостях представители-члены отряда «Отважный», которые в Тверской и Волгоградской области обнаружили захоронения или могилы останки неизвестных солдат-якутян. Это Виктор Иванов и Николай Чеботарев. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 32166. Во время прямого эфира, дорогие друзья, вы можете присоединиться к нам и задать интересующие вас вопросы. Ну а давайте вначале несколько слов. Расскажите несколько слов о вашем отряде. Сколько лет вы работаете и вообще как ведете вашу поисковую работу? Ну, наш отряд был организован в 1985 году. В 1985-м занимались в основной подготовкой молодежи, детей собирали, обучали, ходили в турпоходы. Постепенно начали тему поднимать по Алсибу заниматься. Мы выходили тоже в экспедиции по республике здесь. Собираем информацию, находим тоже обломки самолетов, которые упали при перегонке. Очень много у нас по территории республики их упало. Там зависело от технического состояния, от погодных условий. То есть самолеты были все-таки не приспособлены для перегонки через такие суровые климатические условия. Вот и постепенно, постепенно, как бы, вот наша работа привела к тому, что занимаемся поисковой работой именно по... Великой Отечественной войне. Очень много времени проводим, работая в архивах, центральный архив вооруженных сил. Ну и, пости, вот сейчас мы долго собирались, вот в этом году. Недавно, буквально недавно же прибыли, да? Да, мы вот вернулись, группы съехали с 10-го, 11-го мая, все вернулись в город. То есть уехали в середине апреля, уехали, там тоже немножко числа разнятся у нас. Потому что у нас уехало 5 групп в обществе уже в этом году. То есть это в первый раз для республики, так скажем, массово. То есть 5 групп поехало в поисковые экспедиции. Экспедиции были направлены не так, что как вот на Абун, куда захотели туда поехали, а поехали именно по тем данным, где была информация по нашим воинам-никутянам, которые участвовали в боевых сражениях на этих местах. Это вы по архивным данным нашли? Или как вышли именно на Тверскую область, например? Ну вот на то направление, куда поехала наша группа, это Тверская область, Зубцовский район. Мы работая в архиве, обнаружили, ну как бы столкнулись с теми документами, нашли, где в списках 326-й дивизии вроде как проходят наши якутяне. Но ни по каким другим данным подтверждения этого нет. Более 200 якутян, да, тем более? Ну вот на данный момент примерно около 200. Не полностью вся эта информация подтвержденная на 100%. То есть на ней надо дальше работать, надо прояснять все это дальше. Ну вот как бы работая в архиве, мы начали дальше расширять свои поиски. Так как эта дивизия была с Мордовии, мы вышли на Мордовию, там, значит, с поисковиками списались, созвонились. Ну и вот поехали в экспедицию, вот как раз на то место, где приняла бой и практически все там и полегли. Это был как раз 1941-1942 год? Да, это вот с зебра 1941-1942 года, осень 1942 года тоже. Это самое тяжелое время, когда было очень... Да, когда сдерживали наступление фашистов немецких войск. И практически вот в этих боях, то все наши вот икутяне, которых мы обнаружили в списке, да, они практически там себе погибли. Сейчас работа наша была в том, чтобы определить непосредственно... Но вы обнаружили незахороненные, незахороненные, да, останки? Ну да, это так называемые верховые останки, которые солдаты вот как шли в атаку, в бой, как они погибали, так они остались лежать. Никто их не захоронил, никто их не собирал, ни санитарные не захоронили, ничего. То есть чисто вот боевые потери. Да. И у нас в Якутии данных о них нигде нет. Ну пока да, пока мы не нашли данные, подтверждения. То есть, скорее всего, наше предположение такое, что это просто маршевые роты, которые шли на пополнение на фронт, то есть их, грубо говоря, распределяли, кого куда пошлют. Поэтому не всегда успевали документы-то и сопроводить. Ну и вот что вы там обнаружили? Ну, наша группа обнаружила останки 31-го бойца. При, значит, одном бойце медальон был поднят, металлический медальон. Мы удалось его вскрыть, прочитать. Это Захаров с Ярославской области, боец. Числился погибшим, но неизвестно место гибели было. По документам мы уже списались с ярославскими поисковиками. Там уже работа дальше ведется, ищут у родственников. Второй медальон, который тоже удалось вскрыть. Данные практически были не читаемы, так, скажем, невооруженным глазом, да? Но отправили на экспертизу, и вот буквально вчера сообщение пришло, что удалось прочитать этот, получается, боец именно с Саранска, то есть это с Мордовии. Всех остальных, к сожалению, установить не удалось, но есть еще несколько вещей именных, над которыми тоже работа ведется. Так, у нас телефонный звонок. Алло? Алло, здравствуйте. 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 Это я в Якутске звоню. Вот у меня дедушка был, он с Олегминской военкомата, с Олегминского военкомата призывался. С 1908 года Дубин Никаноров Анатьевич. Ага. И вы ничего не знаете о его судьбе, да? Ничего не знаем. Последнее письмо у него было дублино какое-то. Ну, на данный момент мы сейчас ничего, конечно, сразу так сказать не сможем, да. Просто вы, если сможете, данные передайте своего родственника. Куда подпередать, говорите? Ну, вот, можете продиктовать по телефону, да, вот, редакции, наверное, запишут. Потом мы возьмем, ну, поработаем, конечно, над этим, но на данный момент ничего однозначно мы сказать вам не сможем, к сожалению. Люди только что вернулись с экспедиции, пока еще вот такая вся бумажная работа, да, пока еще впереди. Работа в архивах, поиск, да. Да, это же конкретно нужно делать запросы, искать, ехать. То есть, не дело одного дня. Да. Вот вы обнаружили, значит, подняли 19, да, останков? А всего там сколько? Нет, мы подняли 31 бойца. Всего там, ну, как бы за вахту, мы участвовали в вахте памяти, да, со всей вахты там получилось больше тысячи останков было собрано. Ну, это работало там практически около 20 отрядов, вот, в той местности, где мы находились. Понятно, что каждый работает там со своим, ну, как бы так, уклоном, да. Ну, мы, конечно, больше отдаем предпочтение, конечно, поиску наших якутян. Да, якутян. Да, которые числятся до сих пор, многие числятся без вести пропавшими. Вот, Николай, вы работали в другом направлении, да? Вы в Волгоградской области работали. Да, ну, отряд, который я возглавлял, работал в городичном районе Волгоградской области. Это места боев Сталинградской битвы. То есть, с осени 42-го года по февраль 43-го, то есть, в то момент и завершенный тех сражений. Это вот самое горячее Сталинградское управление. В Сталинградской битве участвовали, например, участие многие якутяне. Сейчас, собственно, мы, как бы так, тоже проводим работу по расширению списка участников этой битвы, которые были признаны на Якутске, и которые принимали действия именно вот в боевых действиях в Градическом районе. То есть, ну, за период вахты отрядом было поднято больше ста человек, но, к сожалению, скажем так, доподлинно установить данные на сегодня не представляется возможным, потому что, ну, грунт не сохраняет бумажной носительной информации. То есть, есть несколько подписанных вещей, по ним сейчас работа ведется. То есть, ну, я думаю, что к окончанию вахты, то есть, к осени, мы уже будем иметь информацию о том, удалось ли не удалось установить данные погибших бойцов, которых мы подняли. То есть, сейчас, по всему, работа ведется именно вот по расширению списка участников, для того, чтобы это облегчить сами по себе поиски и сообщить, скажем, родственникам о судьбе их дедов, дедов, прадедов, которые там были. Собственно, вот в тему предыдущего вопроса, то есть, мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать определенную базу данных, именно по якутянам, которые вот принимали участие в их, о которых нам стало известно, чтобы родственники могли получить на них информацию и как-то в дальнейшем, скажем так, передавать ее своим потомкам, рассказывать о славных делах своих предков, оберечь историю семьи, рода и тому подобное. То есть, такая работа ведется, она является одной из, скажем, основных направлений деятельности именно поисковиков. Это увеличение памяти погибших. Ну, конечно, в идеале было бы найти и перезахоронить, но это уже, насколько это будет возможно. Ну, собственно, все. Ну, а вот дальше, вот дальше ваши действия, дальше что вы собираетесь делать? Будете в архивах работать? Ну, здесь, как бы, дальше мы начинаем готовиться к следующим экспедициям. То есть, любая экспедиция начинается с того, что проводится работа в архивах, уточняются места боев, уточняются данные участников этих боев. Вот, определяются места, которые являются перспективными для поиска, захоронений. Попутно идет подготовка, материальная база обучения людей, вот, планирование будущих экспедиций. То есть, такая работа, которая идет, скажем так, в течение всего года, просто есть момент полевых работ, когда вот мы в конце апреля, начале мая выезжаем непосредственно в поле. И есть работа, архивная под газет, которая идет такая кропотливая, идет постоянно. А в поле еще будете выезжать в этом году? Ну, планы-таки есть, но... Наши планы, да. У нас в планах это есть, но вот смотря как у нас... Тоже связано с финансовой стороны, да. С финансовой стороны, да. То есть, в этом году там хорошо, вот у нас Губ Победы нам помогло, да, вот они своим грантом, они выиграли грант, и вот мы сотрудничали с ними. Мы продолжаем в прямом эфире программу «Якутск. Сегодня». Мы выходим также и на телевидении, на канале САХА-24, в студии режиссеры Мария Новгородова Юрий Босиков, у микрофона Любовь Петрова. И гости нашей передачи – это члены поискового отряда «Отважный», которые в этом году вот недавно абсолютно вернулись с поисковой экспедиции, в которой обнаружили останки наших земляков и кутян. Вот как раз об этом наш разговор. Это Виктор Иванов и Николай Чеботарёв. Мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 3211-66. Пожалуйста, звоните и задавайте интересующие вас вопросы во время прямого эфира. Вот вы говорили о том, что вас поддерживает ГУП «Победа», да? Ну да, это в этом году. В этом году. Мы там с ними выиграли грант, да, мы с ними сотрудничаем очень хорошо, активно. Вот они вот помогли, значит, нам, нашим группам выехать, да. Но получается так, что наши планы, у нас планов-то много, да, надо заездить, надо поднимать, искать. Но это вот сопряжено всё-таки с большими финансовыми расходами, именно транспортными. Долететь до Москвы хотя бы. И как бы тут сложно что-то прогнозировать, потому что это вот работа вся построена на том, что выигрыш. Всё это на добровольной основе ведь, да? Ну, наши затраты, да, в основном идут сами по себе. То есть, сколько мы, у нас люди, которые есть, берут отпуск за свои, кровные отпускные, летят, и мы как бы тоже самое, всё это делается, работа. Даже поиск, выезд для работы в архив центральный, это тоже, это всё делается на свои собственные. На свои собственные средства. Да, и многие считают, что вот, а, плоскевики поехали, там, значит, понаходили кучу, значит, вещей, да, потом это всё продали, это всё, значит, это вот. Многих такие стереотипы, что это плоскевики, мол, ездят чисто для того, чтобы подзаработать. А мы ездим вот чисто, ну, как бы, весь наш поиск, он же не для того, чтобы мы для себя лично, вот мы там вот приехали во славу себя, да, нет, мы же делаем это для наших будущих поколений, чтобы, во-первых, и не осталось ни известных погибших солдат. Никто не забыто, ничто не забыто, чтобы вот это, притворяете в жизни этот лозунг. Ну, как бы да, да, многие просто к этому лозунгу уже как привыкли, он для многих уже потерял свою истину первоначальную. Многие вот так вот, как лозунг его сказали, и всё, и ладно, на этом успокоились. А фактически работы... Фактически до сих пор очень много есть как раз вот незахороненных. Очень много, очень много. Очень много. И я даже не знаю, может, даже там, сколько это, десятилетие ещё может продлиться. Ну, понятно, что останки-то уже там, ещё лет 10-20, да, и всё. И всё, уже поднимать будет нечего. Да, потому что, ну, как бы, растление всё же разрушается, всё тканье. Вот в этом году вы же выезжали ещё и с детьми, да? Вот расскажите об этом направлении. Ну да, у нас, значит, в этом году мы провели обучение в школе поисковика. Да, кстати, очень много детей у нас было. Ну, студенты, школьники, да, проходили обучение. Самые такие, скажем, кто выдающиеся, да, поехали в экспедициях. Вот в четырёх экспедициях были в составе поисковых экспедиций были дети, студенты. Но впечатление у них, конечно, у нас была пресс-конференция, да, там дети сами тоже выступали. Ну, их нужно сами слушать, потому что у них столько эмоций, столько, значит... Впечатлений. Впечатлений, да, они рвутся. И сейчас вот там, даже сейчас у нас вот, мы с ними когда встречаемся, нам скажут, здравствуйте, а когда мы ещё поедем? А что мы ещё у нас? Ну, то есть они ещё вот... Глаза горят? Да, да, да. В эйфории в это находятся. Ну, даже их не остановило то, что всё-таки поиск сопряжён с опасными предметами. Да, потому что там же могут быть и вооружения, там гранаты, могут быть. Ну, не то, что могут быть, они там и есть. Они там и есть, ага. Да, то есть там практически места сплошь-сплошь засеяны и осколками, и неразрывавшимися военными, значит, боевыми предметами. Но для этого они проходят обучение, для этого мы их обучаем, и в группах всегда находится ответственный старший человек, который непосредственно все эти вопросы там на месте решает, определяет. Ну, это вообще и психологическое же, это как бы нужно быть к этому готово, потому что всё-таки сталкиваются вот с человеческими останками. Да, это работа такая не для слабонервных. Для слабонервных это раз, как бы, и она очень физически тяжёлая. То есть это вот в 6 утра подъём, в 8 утра выход уже в поле, да, и до 8 вечера. Это непосредственно работа с лопатой, со щупом, с аппаратами, то есть это тяжёлый физический пункт. Так, ещё у нас один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Я это ищу отца, без веса пропал, письмо пришло. Отца Михаил Нестеревич, Усмахи Риот. Его ищем-ищем не могли найти. Ага, он пропал в 44-м году. Письма были от него. Пожалуйста, помогите, пожалуйста, искать. Да, мы постараемся, конечно, да. Вы оставьте информацию о вашем родственнике в редакции, мы возьмём её, тоже будем работать в дальнейшем с ней. Видите, вот даже во время прямого эфира уже два звонка было, да, о людях, которых без вести пропали во время войны. И таких ещё очень много, да? Очень много, да. Я думаю, что не одна тысяча ещё было, наверное, возможно. Ну, это вот то, о чём мы говорили, что одно из перспективных направлений работы поисковиков является именно создание определённых баз данных, которые бы могли воспользоваться люди для поиска своих родственников. Потому что, ну, не всем удобно работать с теми базами, которые есть в центральных архивах, да? Вот, по данным данных очень много, и поэтому найти данные нужные нам бывает очень сложно само по себе. Вот создание аналогичных региональных баз, вот, оно является как бы одной из, например, нашей работы, что облегчит поиск для людей, которые ищут своих родственников, интересуются их судьбой. Вот, поэтому будем с этим работать. Потому что индейская, это действительно есть. Сейчас, тем более, вот, ну, скажем так, бессмертный полк, это же не просто веяние времени, это были увлечения людей, да? Эти люди обращаются к своим корням, обращаются к своей памяти, поэтому это очень перспективное направление. Мы будем в этом плане по возможности людям помогать. Это одно из наших смыслов, например. Так у нас ещё один телефонный звонок. Алло? И ещё отцовый, материн брат, тоже в 41-м забрали, безвести обои пропали. Алло, вы в прямом эфире? У нас в прямом эфире. Скажите, а... Это продолжение предыдущего звонка. То есть мы постараемся в этом вопросе вам помочь. Оставьте свои данные, свой контактный телефон, и с вами свяжемся по этому вопросу. Ну вот в поисковой... Вот вы говорили, а, ещё один телефонный звонок, алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот если вы находите, как вы сообщаете или как узнаёте этот человек, родственник этого человека? Как родственников находят? Если удалось выяснить данные погибшего бойца, то направляются запросы по месту его призыва, по месту его службы, где сохраняется информация о его родственниках на момент призыва. Дальше тоже чисто архивная работа, то есть ссылаются запросы в архивы по месту его проживания, о рождении. Откуда поступает информация о тех людях, которые являются его, скажем, потомками. И уже потом, если такие люди устанавливаются, с ними связываются через военкомат, через органы местного самоуправления. И до них доводится информация, которую удалось получить поисковикам в этом вопросе. Ну и сколько вот вообще вот таким образом удалось найти? Ну, сложно почитать. Потому что вы как бы так... Ну, понимаете, вот очень... У нас нет такого принципа, да, соизмерять свою работу в количествах, в цифровых каких-то, да. То есть можно там не один год работать и опознать, и передать родственникам одного бойца, да. Можно за неделю там десятками там. То есть тут это все относительно. Но вот в этом году, конечно, да, даже сам лично участвовал в передаче останков родственникам бойца. Тоже, кстати, вот найденного там же вот в Зубцовском районе. Ну, вот вся эта работа проводится, это вот архивная работа, это работа, по-моему, с волонтеров непосредственно в местах, где родился, жил человек, вот если удается найти его данные. Ну, вот эта вот ваша работа, она является же у вас как бы добровольная, да, собственное средство. Вот государство вообще не принимает участие в этой деятельности? Артически нет, да. То есть это все вот наша инициатива, так скажем. И вот эта база данных тоже вы сами создаете? Ну, естественно, что я немножко только скажу, что, собственно, эта работа является, ну, как бы, проявлением того, что называется патриотизм, да. Это хорошая школа патриота, а именно вот не просто там заявлять о любви к родине, там, об уважении к предкам, а именно вот взять и поработать в этом направлении. Хотя бы начать там со своих родственников, постепенно там переключиться на более широкий спектр этих вопросов. Она осуществляется людьми за свой счет, за счет своего свободного времени, своих каких-то личных ресурсов. Ну, собственно, патриотизм не должен оплачиваться как таковым, да. То есть государство даже должно помогать, но инициатива должна искать именно от самих людей. А уже второе, это немножко вся вещь сама по себе вторичная. Ну вот несколько слов о себе расскажите. Вот вы как поисковики, вы же не являетесь, это же не ваша профессия, да? Ну, я по образованию даже не историк, просто образование у меня экономическое. А как вот пришли в этот отряд? Вот этот отряд, ну вот я 15 лет назад, значит, пришел. Я не в сам отряд пришел, я пришел, значит, в ДОСАВ, мы там активно сотрудничали тоже по тематике армейской. И постепенно я вот как бы подсоединился к поисковой деятельности. Ну, то есть историей-то я увлекаюсь с самого детства, там еще со школы. А вы, Николай, являетесь по профессии? Нет, ну, я действую сейчас сотрудник таможенных органов. И тоже в свободное время? Да, у меня историческое образование, я достаточно долго занимаюсь, скажем, военно-патриотической деятельностью с молодежью. Ну и вот в этом году, собственно говоря, подсоединился и в том числе к работе поисковиков. Я благодарю вас за участие в нашей передаче, за вашу очень интересную информацию, за вашу работу, за вашу поисковую деятельность. Радиослушателям напомню, что в прямом эфире приняли участие поисковики отряда «Отважный» ДОСАВА. Это Виктор Иванов и Николай Чеботарев. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. До встречи в эфире.